Носить маски теперь нужно и на открытом воздухе. Такое заявление сегодня сделала главный санитарный врач страны Жан Есмагомбетова. В городской прокуратуре сегодня состоялся брифинг по фактам превышения предельных цен на лекарственные средства. По итогам проверок установлено свыше 100 подобных случаев. Всемирная организация здравоохранения призывает мусульман соблюдать меры безопасности в дни празднования Курбанайт. Здравствуйте! Вы смотрите программу «Факт» в студии работы Ирина Черней. Носить маски теперь нужно и на открытом воздухе. Такое заявление сегодня сделала главный санитарный врач страны Жан Есмагомбетова. До этого в летнюю душную погоду снимать маски горожане могли на улицу, но и этой радости теперь, по их словам, не будет. В постановлении врача говорится о разрешении на свободный выход граждан из дома с обязательным ношением медицинских масок и соблюдением дистанции. Для лиц, у которых появились симптомы ОРВИ, сходные с коронавирусной инфекцией и пневмонией, надевать маску, выходя на улицу и в общественные места, также обязательно, говорится в сообщении. Да, носят каждый раз. А когда с друзьями, например, выходишь гулять? Тоже ношу. Машины должны быть. Я только с машины вышла. Вот сейчас надену маску и пойду в супермаркет. Всегда так делаю. Ну, конечно. Обязательно. И в масках, и в перчатках. Ну, у них жарко сильно потевет руки. А так обязательно. Ну, да, раз я кьюгерик. Иногда на улице надеваю, а иногда нет. Просто жарко и неудобно. Задохнуться можно. Это правильно. Я сам всегда ношу и не хочу заразить близких. Но очень некомфортно в такую жару. Терпим, как можем. Боимся заболеть. Конечно. Народ как-то расслабился. Они как бы не носят маски, как нужно. Как поставляет государство. Сами часто на улице носить маски? Всегда. Чуть позже Министерство юстиции Республики Казахстан пояснили, что штрафовать за отсутствие масок будут не всех. К примеру, если группа лиц из двух или трех человек находится на улице, то такие действия не будут считаться нарушением. А компаниям, в которых более трех человек, рекомендует придерживаться правил безопасности. Тамири Шумабаева, Сергей Калашников, программа «Факты». В городской прокуратуре сегодня состоялся брифинг по фактам превышения предельных цен на лекарственные средства. По итогам проверок установлено свыше ста подобных случаев. В нескольких аптеках цены на дорогостоящие лекарства подскочили вдвое. Постановлено фактом возбуждены дела об административных правонарушениях по части 1.2 ст. 426 Кодекса административных правонарушений. И по части 1 ст. 433, по которым к ответственности привлечены 45 лиц. Наложено взыскание в виде штрафа на сумму 14,8 млн тенге, из которых взыскано 8,3 млн тенге. Постановлением суда простановлена деятельность аптеки АКУ на один месяц. Остальные дела находятся на рассмотрении. Всего из незаконного оборота в ходе рейдов было изъято более 7,5 тысяч медпрепаратов и средств защиты. В результате принятых мер на сегодня в областном центре наблюдается снижение превышения предельных цен в аптечных сетях. Также по итогам проведенного мониторинга в адрес Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг по Актюбинской области внесен акт прокурорского надзора для принятия мер по устранению нарушений законности. В настоящее время органами прокуратуры проводятся проверки оптовых складов, являющихся поставщиками СК «Формация». О результатах будет сообщено дополнительно. Всемирная организация здравоохранения призывает мусульман соблюдать меры безопасности в дни празднования «Курбанайт». Рекомендуется отмечать его в кругу близких без скопления гостей и воздержаться от традиционной раздачи жертвенного мяса. Актюбинцы в предпраздничном настроении охотно поделились своими планами на предстоящие выходные. Мы всегда отмечаем миром «Курбанайт». Это наш праздник мусульманский. В режиме карантина не зовем, но милосердие делаем. Но мы всегда отмечаем в кругу родных. Режем барана и читаем молитву. Завтра гостей, наверное, не будет. Я считаю, что это правильно, да, потому что многие родственники у нас переболели, когда собирались. Бывало, нет, нет. Мастер из вакурицы? Нет, сами. Напечем, приготовим стол. Будем все по традициям делать, но в узком кругу из-за карантина. Телефон арху. Поздравляем родных по телефону, а так будем дома, только с семьей. Ну да, конечно, не надо звать. Но если уж придут, то дверь открыта. Воз сообщили, что в священные дни «Курбанайты» необходимо соблюдать гигиену во время обряда жертвоприношения. Для этого при выборе животного нужно обратить внимание на его состояние, проверяя, нет ли каких-либо заболеваний. А желающим угостить нуждающихся необходимо соблюдать дистанцию и не собирать огромное количество гостей. Специалисты напомнили, что COVID-19 может передаться через слюну воздушно-капельным путем, через инфицированную поверхность, через мясо больных животных и просят не пренебрегать своим здоровьем даже во время праздничных выходных. Костак сообщает, Казахстан и Россия сегодня подписали соглашение о создании комплекса на космодроме Байконур для запуска ракет «Союз-5», сообщает пресс-служба Роскосмоса. Проект «Байтирек» предусматривает создание ракетного комплекса «Байтирек» на базе наземной космической инфраструктуры «Зенит-М» на космодроме Байконур для опусков перспективной ракеты-носителя среднего класса «Союз-5» резюмируется в сообщении. Сообщалось, что Казахстан может вложить в модернизацию наземной инфраструктуры для запуска «Союза-5» 314 миллионов долларов. До этого сообщалось, что такое обновление обойдется казахстанскому бюджету примерно в 245 миллионов долларов. Россия в качестве вклада в проект разработает ракету «Союз-5», которая при пусках с «Байтирека» будет называться «Сункар». А сейчас новости республики. За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1472 заболевших коронавирусной инфекцией, передает «Тенгриньюз». Из них без клинических проявлений 828, симптомных носителей 644. В Октюбинской области 24 основных и 13 безсимптомных. В Паладарской области зафиксирован самый высокий уровень смертности от пневмонии. Об этом стало известно в ходе заседания межведовственной комиссии по нераспространению коронавируса, передает «Тенгриньюз». Всего в области зарегистрировано 2987 случаев заражения коронавирусом. Сейчас с подтвержденным диагнозом COVID-19 в инфекционных отделениях лечится 123 человека. В провизорных стационарах с диагнозом пневмонии 1362 пациента. По состоянию на 29 июля в области зарегистрировано 23 летальных случая от COVID-19. КАСТАК передает Министерству здравоохранения Казахстана порученную к 5 августа утвердить санитарные требования к возобновлению работы объектом, сообщает пресс-служба премьер-министра. В связи с продлением карантинного режима Акиматам регионов поручено провести заблаговременную работу с субъектами бизнеса по возобновлению их деятельности после завершения карантинных мер. Министерству здравоохранения до 5 августа поручено утвердить и опубликовать санитарные требования по вводимым объектам. Говорится в сообщении по итогам заседания Межведовственной комиссии по нераспространению коронавируса, на котором были рассмотрены поручения президента Акасынжа Марта Атакаева по продлению карантинных мер на две недели, эпидемиологическая ситуация в регионах, а также факты нарушения карантинного режима. Министерстве образования и науки рассказали, как проходит испытание. Казахстанская вакцина против коронавирусной инфекции передает Тенгриньюст. В середине марта ученые научно-исследовательского института проблем биологической безопасности Комитета науки и Министерства образования и науки приступили к работе над вакциной. В результате проведенных научных исследований 9 мая ученые разработали первую вакцину. 15 мая Всемирная организация здравоохранения зарегистрировала ее на своем сайте в качестве кандидатной вакцины для доклинических испытаний. Тогда же были начаты доклинические испытания вакцины на лабораторных животных. Сообщается, что последние результаты испытаний показывают, что по всем параметрам вакцина соответствует требованиям ВОЗ. Кроме того, проводятся испытания вакцины на приматах, титры антител, которых также продемонстрировал высокую иммуногенность. Вскоре, сразу после завершения доклинических, начнутся клинические испытания вакцины. Ранее директор учебно-образовательного центра Хайрула Абиулов отмечал, что на разработку препарата уйдет год. Кастак передает возобновление работы. Предприятие будет осуществляться через Инфо Казахстан, сообщает сайт премьер-министра Казахстана. Глава правительства поручил в течение предстоящих двух недель провести системную подготовительную работу по восстановлению функционирования тех отраслей экономики, которые приостановили свою деятельность. Министерству национальной экономики совместно с заинтересованными госорганами Атамикен поручено выработать комплекс мер оказания поддержки предпринимателей. В качестве меры государственной поддержки субъектам МСБ в наиболее пострадавших отраслях будет предоставлена отсрочка платежей по кредитам на срок до 1 октября текущего года, говорится в сообщении, опубликованном после заседания госкомиссии под представительством премьер-министра Казахстана Аскара Мамина. Кастак передает очевидцы. Задержали подозреваемого в педофилии в Актау. Примерно в 13.00 неизвестный мужчина увел с детской площадки, расположенной рядом с одним из домов в 20-м микрорайоне, несовершеннолетнюю. Завел ее в подъезд и пытался совершить разрадные действия. По приезду полиции подозреваемый был задержан. По данному факту начато досудебное расследование. Назначены необходимые экспертизы. Отмедили в пресс-службе Департамента полиции Мангистаусской области. Как уточняется, инцидент произошел 29 июля. Очевидцы произошедшего утверждают, что мужчину задержал до приезда полиции местный житель. По данным Кастак, более 60 миллионов тенге вернет казахстанцам авиакомпания «Бэк Эйр» за отмененные рейсы по двум искам. Два исковых заявления по Комитету по защите прав потребителей к авиакомпании «Бэк Эйр» суд Алматы удовлетворил в полном объеме. Защищены интересы и 990 потребителей, суд обязал «Бэк Эйр» возвратить гражданам в общей сложности 60 миллионов за билеты на отмененные рейсы, говорится в сообщении. Также в пресс-службе сообщили, что готовится и третий иск к авиакомпании «Бэк Эйр» по возврату денег пассажирам отмененных рейсов. После рекламы смотрите следующие сюжеты. Повальное увлечение экстремальным вождением зачастую приводит к трагическим событиям. Накануне в результате столкновения скутера и КамАЗа на трассе «Октубе-Орск» несовершеннолетний водитель скутера скончался. Санитарный режим в бездействии. Вот уже вторую неделю жители трех многоэтажек в 11 микрорайоне лишены возможности помыться. Гулять, так гулять на природе! Ресторан «Зимний сад» приглашает вас на летнюю площадку. Наша летняя веранда совмещает комфорт ресторана с удовольствиями пикника. Аромат шашлыка и люля-кебаб стал еще аппетитней средь цветов и тенистых аллей. Чистота водопада, прохлада напитков, блюда восточной и европейской кухни. А в шаге от вас крытый зал ресторана с зажигательным танцполом. Летний сад – продолжение зимнего сада. Устройте свой праздник на воздухе. Вход! Бұл жайғана QR-коды емес. Бұл біздің қаламыздың радиосы. Сканерледе рекатывы нүрте кезет сайтында, онлайн тында. Бір лет пасып толқын келес. Дәл қазір қосыл. Рекатывы нүрте кезет сайтында. Рекатывы кезет сайтында. Продолжаем выпуск. Повальное увлечение экстремальным вождением зачастую приводит к трагическим событиям. Накануне в результате столкновения скутера и Камаза на трассе Актубе-Орск несовершеннолетний водитель скутера скончался от полученных травм, сообщили в ДП области. Все чаще на дорогах можно увидеть скутеры, мопеды или мотоциклы. Сегодня у молодежи, особенно в летний период, эти виды транспорта особенно популярны. Скутеры или мопеды способны двигаться чуть больше 50 км в час, а мотоциклы, развивающие большую скорость, являются средством повышенной опасности. Печальная статистика показывает, что с увеличением числа такого транспорта на дорогах увеличивается и количество ДТП. Так, 28 июля на трассе Актубе-Орск произошло ДТП с участием скутера и Камаза, в результате чего несовершеннолетний водитель скутера скончался от полученных травм БСМП. Какие меры должны быть приняты и как уберечь детей от смертельной опасности на дорогах, порассуждали актюбинцы. От родителей зависит. Балует детей, по-моему, кажется. Слишком рано покупает. По-моему, нынешней молодежи никак не запретишь такие вещи. Ну, не знаю, может быть, как-то воспитательный процесс, чтобы родители провели со своими детьми. Ну, объяснить, чтобы поаккуратнее на дорогах. Потому что сейчас частые аварии, возможности с летальным исходом. Потому что это донести, что это для них опасно очень. И не только для себя, но и для окружающих людей. Чтобы не подвергать опасности окружающих. Конечно, правильно, но не надо родителям покупать скутера. Они могут ездить, не знают правила движения. Ну, юношеский возраст, он такой непредсказуемый же. И уже не заставишь прям совсем не садиться за руль. Хотя бы на мопедах, но я не знаю, ну, с какими-то, наверное, ограничениями. Скорее всего. Вот с какими? Какие-то беседы, либо какие-то курсы надо проходить по правилам дорожного движения. В основном нарушения идут из-за того, что ПДД не соблюдают. Среди детского травматизма дорога сегодня занимает первое место. Притом страдают не только непосредственные участники ДТП, но и пешеходы. В Актюбинской области с начала года уже произошло 44 ДТП с участием несовершеннолетних, в которых 47 детей получили травмы и один ребенок погиб. Всего, по данным ООН, каждый год в ДТП погибают более миллиона человек. На больничных койках с различными травмами, полученными в результате аварии, оказываются от 20 до 50 миллионов человек. Сегодня именно ДТП является основной причиной гибели людей в возрасте от 15 до 29 лет. Кристина Вейджи, Аслан Жубаев, программа «Факт». Санитарный режим в бездействии. Вот уже вторую неделю жители трех многоэтажек в 11 микрорайоне лишены возможности помыться. В связи с ремонтными работами горячую воду абонентам временно отключили, но уже все сроки вышли, а до финала еще далеко. Со дня на день актюбинцы, оказавшиеся этим летом в заложниках подрядной организации, ждут подачи горячей воды. Вдоль теплотрассы появились большие траншеи, где запланировано по заказу гора Кемата провести замену труб в рамках программы «Норлжол». Выигравший тендер компания уведомила жильцов о предстоящем ремонте заблаговременно, пообещав уложиться в 10-дневный срок. Сегодня он истекает. Обещали с 20-го по 30-е, то есть за этот срок, закончить. Сейчас картина иная, видите, ни труб, ни воды. Начали спрашивать у них этих рабочих, они говорят, в ближайшее время воды не будет. И рабочих нет. В чем причина? У них не хватает техники, у них не хватает материала. Нам что делать, народу, простому народу? Вот все могут сказать, лет 5 лет назад, 2-3 месяца был капитальный ремонт произведен. Почему у нас так именно делается, что нам хватает этих труб только на 5 лет? Почему где-то их хватает на 20-30, у нас на 5? У нас такой вопрос. Списывание денег? Я не боюсь этого сказать. Списывание денег получается? Вытащили нормальные трубы, мы все это видели, вытаскивали отсюда нормальные трубы. Пусть нам на это ответят. Нет, будем обращаться напрямую к Такаеву. Это просто издевательство над людьми. Потому как в субботу 25-го числа это все вырыли, воду отключили. И до сих пор никакие работы не ведутся. Причем, кто он там, механик или бригадир, когда к нему обращается с вопросом о том, когда нам ждать горячую воду, он так и говорит, не ждите. До сентября месяца точно не будет воды. Просто каждый день мы следим. Сейчас такая жара, пневмония, дети умываются холодной водой. Греть воду постоянно невозможно, потому что жарко дома. И так под кондиционерами, баня не работает. Мы ходим к знакомым, к родственникам, но каждый раз же неудобно людей притеснять таким образом. Как уверяют жители, проблемой перебоев с горячей водой никогда не было. Зачем понадобилось менять новые трубы на новые? Да еще и в такой опасный период затянуть с ремонтом надолго. О лозунге «Чистота – залог здоровья» людям предложили просто забыть. Тем временем бригады не появляются на объекте. Вот уже несколько дней здесь все замерло на неопределенный срок. Хотя в ЖКХ поделились куда более радужным видением ситуации. Работы ведутся каждый день. Объект скоро будет сдан. Окончательный срок – 5 августа. Задержка возникла в связи с тем, что согласовать прокладку труб необходимо с газовой службой. Как только вопрос будет урегулирован, подрядчики завершат выполнение работ в полном объеме. Вот только верится в это с трудом. Как жителям объясняли, якобы вынужденный простой сами рабочий, у компании нет ни техники, нет материала и средств для того, чтобы не останавливаться на полпути. Отсюда вопрос, насколько тщательно проверяются возможности заявителей на участие в тендере и почему в последнее время отдавать госзаказы в ненадежные руки становится нормой. Ирина Гудь, Жаслан Жубаев, программа «Факт». За все это португалиц и отдал 6 миллионов евро. Накануне Роналду в составе Ювентуса добился своего второго «Скудета» в чемпионате Италии. Победа была добыта досрочно за два тура до завершения серии А. Для старой сеньоры же этот титул стал девятым подряд и 36-й в истории. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова